Есть несколько основных вещей, которых Господь хочет от нас. И мне нравится стих из книги Михея. И я прошу всех открыть, но мы начнем с этого стиха. Шестая глава. С шестого по восьмой стих. Я прочитаю на русском, и каждый смотрите на своем языке. Михей шесть. С шестого по восьмой. Мы вместе попытаемся задуматься над вопросом, что от нас хочет Господь. Иногда каждый из нас приходит к такой точке, чего я достиг. Возможно, я мог бы прожить другую жизнь и достичь других вещей. Возможно, теми дарами, которые у меня есть, мог бы использовать их по-другому. Возможно, ты подошел к рубежу сорокалетнему или пятидесятилетнему. Где-то меньше, больше, это не важно. Смотришь в интернете или в телевидении. И ты видишь, что человек твоего возраста достиг таких вершин, что ты даже к ним не можешь приблизиться. Какие у тебя эмоции в этом моменте? Разочарование. Возможно, ты завидуешь. Возможно, ты думаешь, это мир, а я в другом измерении нахожусь. Я, естественно, не буду сейчас давать все ответы. Но святые Писания говорят, что хочет от нас Господь, когда приводит нас в этот мир. И вот, что написано в книге Михея. Вы открыли у себя Михея 6. С чем предстать мне пред Господом? Преклониться пред Богом Небесным? Предстать ли пред Ним со всесожжениями, с тельцами однолетними? Но можно ли угодить Господу тысячами овец или несчетными потоками елея? Разведам ему первенца моего за преступление мое и плод чрева моего за грех души моей? О, человек! Сказано тебе, что добро и чего требует от тебя Господь. Действовать справедливо, любить дела милосердия и смиренно-мудренно ходить перед Богом твоим. Они раити, я своими глазами видел такую тенденцию в верующих группах, таких как мы, что есть такое свидетельство и призыв, которые даны общение. Ты должен быть большим евангелистом. Ты должен быть большим пастором. Ты должен быть сильным верующим. Кто такие вещи слышал? Я скажу вам, все это ерунда. Просто ерунда. Есть несколько вещей которые описывают в волю Бога для каждого человека. И моя мысль, я хочу начать с того, не кем ты должен быть, а кто ты есть. В книге Бытия, когда на шестой день Бог творит человека, есть такой призыв. Господь говорит, здесь сотворим человека по образу Божию и подобию его. И когда мы читаем этот текст на иврите, и мы считаем, что Бог как бы разговаривает с самим собой, у него он ведет внутренний диалог. И есть разные толкования. Есть христиане, которые говорят так. Отец Бог спрашивает Бога Сына, ну что, сделаем мы человека? Как бы между собой они разговаривают. Есть другое толкование, что Бог спрашивает ангела. Вокруг него есть ангел, и он как бы с ними советуется. Ну что, будем человека делать? Есть другое толкование, что мы видим, что мы видим, когда какие-то лидеры большие говорят с призывом, давайте будем делать это. Мне кажется, что это более всего похоже на правду. Но есть еще один намек, еще одно толкование этого места Писания. Мы знаем, что все души всего человечества находятся у Бога. И в тот момент, когда яйцеклетка женщины и сперматозоид соединяются, Бог посылает душу. И есть такое толкование, когда он душу человека спрашивает, ну вот мы сделаем из тебя сейчас нормального человека настоящего. Мне, честно говоря, нравится это толкование. Почему? Потому что мы видим здесь Бога, который желает для нас чего-то. Но мы также не являемся чем-то нейтральным во всем этом вопросе. Но мы как люди хотим достичь какой-то цели. И цель этого мира это быть богатым. Или я хочу быть известным. Матарот в ток ке-хиле я слушаю это много. И цели в общине я слышу другие. Я хочу быть сильным спикером. И вот одна за другой такие идут цели. Но частично это фантазия. Частично желание плоти. И частично это стигмы, которые распространены в этом мире. И вот что Михей говорит. Простую вещь. О, Адам. О, человек. Пасух Шмоне, а не корешу. Восьмой стих, еще раз. Сказано тебе, что добро и чего требует от тебя Господь действовать справедливо, любить дела милосердия и смиренно, мудренно ходить перед Богом твоим. Я хочу три-четыре пункта задеть. Быть человеком справедливости. Истинным человеком. Мы как люди должны быть честными людьми. И множество примеров, которые мы получаем в этом мире, это лживые примеры. Чтобы кого-то ублажить. Для того, чтобы достигнуть своей цели. Но в принципе, что говорит Господь, пример в Святом Писании, это о правильном равновесии. Висах. О правильных висах. В притчах написано очень много примеров про верные висы. Являешься ли ты человеком, который смотрит вокруг на разные вещи и дает правильное понимание ценностям. Если нет, тогда здесь нужно попросить у Бога помощи. Если нет, то возможно нужно покаяться. И сказать, Господь, помоги мне быть настоящим. На черное говорит черное, на белое говорит белое. И если ты переходишь к какой-то границе, сказать, да, я перехожу к границе. И попросить у Бога исправление. Второй пункт, это милость. Человек милостивый. Что такое милость? Рахман. Милость, милосердие. Когда ты к кому-то относишься, и не просто сходишь на этого человека, как судья. Но прежде всего, пытаешься с милостью помочь. Это очень сложно. Говорить об этом легко. Думать об этом, посмотреть по телевизору какой-то фильм. Но там, где ты находишься, в том месте, где от тебя требуется милость и благодать, тебе нужно приложить усилия. Потому что ты видишь нужду вокруг. И нужно выбрать, что отодвинуть, а что поддержать. Анова. Анова, смирение. Анова вы хохма, котов по смиренно-мудрие. Написано смиренно-мудрие, смирение и мудрость. Этот мир противостоит смирению. Что я буду? Как кролик, буду таким смиренным. Мне нужно быть сильным, пинком дверь открывать. Многие люди учатся именно этому. Но самые большие примеры, как Моисей. Написано, что он был смиренным, кратчайшим из людей. В Матфеи 5 главе написано, те, которые смиренные, они все получают. Но быть смиренным очень сложно. Вот три вещи очень простых. Судить справедливо. Смиренно-мудрое. И милость. Эти вещи отождествляют человека. И если ты хочешь быть человеком с большой буквы в глазах Бога, это то, что от тебя ждет Господь. И то, что здесь написано, этого требует от тебя Господь. Имеется в виду. Что и вера должна быть у тебя. Без веры эти три основных пункта не актуальны. Что я говорю? Для нас это правда. И это правда для нас, когда мы хотим учить наших детей. Если ты хочешь, чтобы твой ребенок заполнил все Писания наизусть. Я не знаю, есть ли в этом смысл. Я встречал в своей жизни людей, которые знали Писание намного лучше меня. Но эти люди, которые не были верующими. Мы должны учить своих детей Святым Писанием. Но три этих ценности должны мы прежде всего им дать. На идише есть такое слово, называется менч. Бен адам. Человек. Что-то настоящее. На него можно положиться. На святые Писания не требуют от нас, чтобы мы ходили со знаменем в руках, на котором написано Я верующий в Ишуа. На святые Писания не требуют от нас, чтобы мы хотим быть у нас, чтобы мы должны быть чтобы они смогли и сказать, вау, это бен адам, что они хотим идти вместе с ним. Святые Писания говорят, что мы должны быть такими людьми, на которых можно положиться. И другие люди бы сказали, этот человек, с которым я хочу продолжать идти вместе. Но для того, чтобы приблизиться к этой цели, мы нуждаемся в этой книге. И также в желании. И вот мы и наши дети. Можем ли мы влиять на них? Вы знаете, что сейчас сила нашего влияния намного меньше, чем было 20 или 50 лет назад. Во-первых, они очень много учатся в школе. Я возвращаюсь домой, я вижу, что дети все еще учат что-то. Потому что мое время настоящее с ними очень короткое. И развили вот такую технологию. И это еще лучше крадет от нас наших детей. Потому что каждый, когда же, когда находится дома, находится внутри этих штук, и с ними невозможно разговаривать. В Святых Писаниях мы дважды сегодня провозгласили «Слушай, Израиль, Господь Бог, Бог Единый». В конце есть очень ясное слово утром и вечером когда ты встаешь и ложишься спать. Скажи себе и скажи своим детям «Говори о нашем Господе Боге». Я сегодня говорю примитивно и просто. Очень хорошо, если сидящие здесь люди развиваются и растут в знаниях и будут профессорами. Кто-то будет адвокатом. Кто-то будет учителем. Кто-то будет кем? Цабай. Цабай. Маляром. Это выбор человека и тех ситуаций, которые вокруг нас. Кто-то может быть будет лидером общины. Все это вопрос профессии и таланта. Но быть человеком это то, чего требует от тебя Господь. Это то, что мы должны вложить в наших детей. И школа со всем моим уважением они дают много разных мнений. Но иногда я слушаю учителей и может быть я очень старомодный. у нас недавно был такой день открытых дверей в школе. И мы зашли со своей женой туда. И Лена там была. И помните, там были картинки в рисунке разных детей. На красных, черных цветах. Мы видели такие вещи, которые может нарисовать только человек в глубочайшей депрессии угнетаемым страхом смерти. А учительница мне пытается объяснить, что это просто такой стиль. Я, мне такой стиль не нужен. Я хочу, чтобы мои дети рисовали красками яркими и не цветами страха смерти и крови. Например, твои дети находятся вокруг тебя. Возьми время каждый день. Даже если это только 10 минут. открой с ними Святые Писания и учи с ними немножко и помоли с ними немножко. Но найди время и способ объяснить эти Святые Писания. Объяснить своим детям что хорошо и что плохо. И если какой-то ребенок, который самый популярный в классе, но если у него характер просто отвратительный, не нужно следовать за этим ребенком. Иди туда, где хорошо. Лучше поддержи слабого. и научись, чтобы у тебя было твое собственное мнение. И чтобы ты знал, что грех это грех. родители, я хочу сказать вам несколько своих старомодных идей. и они не такой старый. Но когда я вижу мальчиков и девочек пары и эти пары из 14, 15, 16 лет я не понимаю какова там цель. Такая цель, что у всех есть пара пусть у меня тоже будет. Это глупости. Потому что когда ребенок маленький и все гормоны просто играют в нем, это просто открытая дверь для греха и нет другого объяснения. Если вы хотите встречаться с кем-то, нужно достичь нормального возраста и встречаться, начать встречаться с одной единственной целью. Это нормально встречаться. Таким образом ты знакомишься с человеком и возможно один день ты вступишь с ним в брак. А возможно в один день ты почувствуешь, что это не совсем не подходит. но когда дети составляют пары которые 14 лет это глупости это современно но это ни к чему не приведет. они учатся этому в школе. Но ответственность если жить на нас сказать им правильно это или неправильно. Я скажу вам еще что-то. Вы знаете, мы и Нина сказали это своим детям. если вы хотите сказать нечто подобное ваше право если нет тоже ваше право. Процент верующих в нашей стране небольшой. И когда дети растут проходят определенный возраст это очень хорошо если они один день вступят в брак. я своим детям предложил я им сказал следующее если вы встречаетесь с человеком неверующим нет проблем. Но со второй встречи ни с третьей ни с четвертой со второй встречи вы скажите своей паре что я верующий чтобы этот ваш партнер знал с самого начала что вы верующие что у тебя есть стандарт и ты не будешь с ним спать в кровати потому что это грех. и скажите это вашему ребенку потому что иногда когда вы закрываете рот и он смотрит разные фильмы в которых все можно. но когда вы не с третьей четвертой пятой встречи говорите когда уже все чувства развились сильно и ты как будто боишься нарушить эту связь но когда на второй встрече ты говоришь я верующий в Ешуа Машеха Искупителя Израиля и если он продолжает с тобой или она с тобой продолжает тогда ты ему говоришь согласно этой книге я обязан в один день жениться но хорошо не обязан но желательно но жениться с верующим поэтому стоит тебе подумать возможно тебе нужно приблизиться к моим мнениям мамы и папы вы слышите меня сегодня проповедь легкая одно внедрить вашего ребенка три простых вещи чтобы он был человеком справедливым милостивым смиренным и мудрым и верующим возможно он не прочитал все писания но вы его ободрите и во-вторых дайте ему практические советы потому что по-другому этот мир завоевывает и схватывает наших детей в Ефесянах во второй главе написано что в теле Маши есть посланники и пророки есть евангелисты те которые проповедуют Евангелие есть учителя и пасторы пасторы и написано в следующем предложении что эти дары Господь дал общине своей для того чтобы ты взял человека и повлиял на него и есть влияние апостольское или пророческое или учебное и Господь и человек потихоньку исправляется и становится более взрослым и там написано достичь возраста Маши кто понимает этот стих как ты понимаешь почему есть эти дары для какой цели для того чтобы человек мог расти в общении приносить плоды есть еще мысли есть какие-то мысли что значит достичь полного возраста Маши какие есть мысли например человек приходит к вере он новообращенный он еще не знает что значит справедливость и что нет возможно ему нравится читать гороскопы и ты тогда объясняешь что это ерунда и объясняешь что есть правда возможно он возможно он думает что раз в неделю лидер за него помолится этого достаточно но ты объясняешь ему что 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 каждого ответственность молиться каждый день и пытаться найти связь с Богом Возможно, ты думаешь, что правильный путь для человека такой, какой есть в фильме. Но изучаешь эту книгу и понимаешь, что действительно Господь требует от тебя. И вдруг новообращенный верующий, который год назад валялся на помойке из-за наркотиков и был аморальным человеком или был каким-то грешил другим грехом. Вдруг ты видишь, что человек исправляется, и у него в глазах свет, и есть мудрость на языке, и есть добрый плод в его жизни. Вы со мной согласны? Это несложно. То же самое в семье. Только когда оба, и папа, и мама, вдруг становятся пять. И апостол, и пророк, и евангелист, и учитель, и пастор. И пытаются объяснить ребенку, Ребенок, слушай моего голоса. Я сделал такую и такую ошибку. Не делай таких ошибок. Если вы, как мама и папа, думаете, что их здесь научат в субботу в школе Шавей Цион, забудьте об этом. Возможно, дадут несколько предложений. Но каждый день это вы дома. Без этого вы увидите, что дети ваши взрослеют и оставляют. Богрим и уходят. Что мы сегодня выучили? Есть миллион профессий в мире. Не все зависит от нас. Кто-то, кто родился с серебряной ложкой во рту, больше преуспеет, чем ты. Понимаете, да? Если кто-то родился в богатой семье, Естественно, дадут инструменты для успеха в этой семье. Но мы не выбираем, в какой семье родиться. Но там, где мы родились, Мы можем наследовать от Бога самого высокого поста. Быть человеком. Что не важно, кто ты. Не важно, откуда ты. Мы хотим уехать и сказать, Я не ге-э. Даже если в обществе мы не слышим слово, ге-э. Тебе пожмут руку, и хотя это не нравится в христианском мире, Тебе пожмут руку и скажут, Я горжусь. Я горжусь тем, что я тебя знаю, я твой друг, я с тобой работаю. Я этим горжусь. Это правильное место. Если у тебя правильные ценности, И ты передал их своим детям. А если кто-то не преуспел, И возможно чувствует, я упустил время. Во-первых, попытайся еще раз. Попытайся еще раз. И поговори с Небесным Отцом. Всегда есть место, и Господь знает, как исправлять то, что он. И если, когда дети были маленькие, ты в них не вложил достаточно. Сейчас тебе нужно очень много молиться за них. И сейчас дай свое время и вложи его в них. Вы меня услышали? И тогда будет то же самое, что мы сегодня учили в недельном чтении. Твои дети будут как сыны Левия всегда будут принадлежать Господу. Всегда с призванием. И каждый из людей вокруг смогут сказать, что это настоящий человек. Скажем, аминь. Сейчас вопрос, где Виктор? Ваши дети здесь? Ты думаешь, что это проповедь достаточно для них легкая для понимания? Очень важно, чтобы вы об этом с ними поговорили. Я рад, что вы решили иногда оставлять детей в группе взрослых. Потому что мы смотрим на тех мальчиков и девочек, которые прошли бар-бат-митцву. Чтобы бар-бат-митцву и бат-митцву не было днем расставания. Но чтобы это было время, когда они намного более глубоко посвящают себя Господу. Бона аммода не руцелись.